образ именно дофамина. Она замирала и снова ждала следующего вот этого сигнала. Они дальше пошли. Они сделали так, что крыса сама научилась подкреплять себе, да, то есть нажимает на рычажок и получает этот заряд. То есть крыса где-то примерно пять раз в минуту, если не ошибаюсь, стимулировала. То есть она переставала есть, пить, она постоянно стимулировала. Они сделали тот же самый опыт на других крысах, да, до изнеможения, пока крыса не падала замертво, она больше не интересовалась ничем, ни общением с другими крысами, ни едой, ни питьем. Они дальше еще пошли. То есть они пустили электрический заряд по полу клетки и сделали таким образом в противоположных углах клетки, то есть она подбегает, допустим, в один угол клетки, там стимулятор, и потом ей нужно бежать попеременно, да, только по разу можно было бы получить этот заряд. И крысы, узнав об этом, они бегали по раскаленному полу, то есть на обуглившихся лапках, пока у них лапы полностью не сгорали. Они, так сказать, у них инстинкт самосохранения полностью отключался. Они получали и получали этот заряд. То есть это был выброс дофамина, и это не совсем верно называть удовольствием, это ожидание удовольствия. На этом, кстати, основан сейчас так называемый нейромаркетинг, да, чтобы потребителям промывать мозги. Ну, то есть, по большому счету, любая реклама основана на выбросе дофамина. Это такое, это не эйфория, а это стремление получить эйфорию, стремление получить удовольствие. Думаю, вы сами по себе это все знаете, да, там, будь то шопинг или еще чего-то, да, что есть вот это вот предскушение, а когда ты уже завладел вещью, то вроде как уже что-то как-то ничего и не происходит, да. Это вот то самое, это стремление, это желание, это поиск, так сказать, системы подкрепления. Ученые пошли дальше, и не эти уже другие, да, и решили на людях это провести. Ну, то есть люди, естественно, знали об этом эксперименте, им тоже вживили эти электроды.